Наталья Вотинова, одна из обманутых дольщиков Тольятти, шесть лет назад решила купить квартиру. Через некоторое время застройщик обанкротился. Без жилья остались более 200 семей. В основном это пенсионеры и молодежь. Проблему решают на местном и на региональном уровнях. Гарантируют, что новоселье в ближайшее время отметят все. Приехали на совещание к губернатору, который помимо того, что пообещал, были даны конкретные сроки достройки. Сроки были озвучены, объявлены. Окончательные даже достройки. Это 2022 год. Приятные новости под Новый год. Появилась все-таки уже реальная надежда, что они смогут въехать в свои долгострой, в свои квартиры. Спасибо губернатору за такие приятные новости. Глава региона Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по вопросам обманутых дольщиков. Подвел итоги работы 2019 года и рассказал о планах на будущее. Важнейшим результатом наших совместных усилий считаю и включение Самарской области в число приоритетных регионов России по удовлетворению прав обманутых дольщиков за счет средств федерального бюджета. Ускорить решение этой застарелой проблемы позволяет созданный региональный фонд защиты участников дыревого строительства, как мы и планировали с вами, фонд создан. На финансирование объектов, переведенных в фонд, направлено 945 миллионов рублей. Это абсолютно рекордная цифра. Совместными усилиями с федеральными структурами, муниципальными властями мы находим решение вопросов людей. И, конечно же, наша задача стоит в том, чтобы само понятие «обманутый дольщик» на территории региона ушло в историю. Мы этим вопросом здесь будем заниматься, что называется, до победного конца. Губернатор отметил, что в 2019 году из реестра проблемных домов исключили четыре объекта. Это долгострои в Самаре, в границах улиц Арцебушевской, Рабочей Буянова, дома на Тухачевского под номерами 10 и 18, многоэтажки на перекрестке Владимирской и Буянова и ЖК Березовой аллеи. Еще три дома вскоре будут сданы в эксплуатацию на Садовый 256, Революционный 148 и Аэродромный 140. Все работы должны завершиться до конца года. Это позволит избавить от статуса «обманутых дольщиков» более 500 жителей региона. До конца года подписание соглашения Федеральный региональный фонд. И в январе месяце выход на подписание графика уже осуществления мероприятий по обновлению исходно-разрешительной, проектно-смертной документации с конкретным производственным планом по осуществлению строительно-монтажных работ. Также в 2019 году по некоторым объектам дольщикам выплатили денежные компенсации. Выплаты будут и в новом году. Для других долевок нашли инвесторов. В 2020 году новоселье справят дольщики шести объектов в Самаре, Тольятти и Красноярском районе. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.